Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире благотворительный телевизионный проект Добрый Мастер. Мы в одном из красивейших уголков нашей родины, в Карачао-Черкесской республике. Узнав от наших зрителей и подписчиков, что семье Табуловых из поселка Малокурганны нужна наша помощь, мы незамедлительно отправились туда. Поселок Малокурганны находится на правом берегу Кубани, в Карачаевском районе, недалеко от Аула Хумара. Раньше здесь находился поселок Шахтеров, а сейчас осталось совсем немного жителей. В основном дачники, которые приезжают сюда, в эти прекрасные места на отдых. Но мало кто знает, что у этого поселка очень богатая история. В эпоху существования Алани, здесь, на месте этого поселка, находился один из крупнейших, важнейших городов. Ныне на горе Тамара сохранился Менгир высотой 4 метра, на котором есть надписи на иранском, на тюркских и на арабских языках. Предполагают, что это все-таки дорожные указатели, которые были необходимы на древних караванных путях, ведших к средневековым городам Алании и далее через перевалы в Закавказье. Давайте познакомимся с хозяевами. Здравствуйте! Меня зовут Аслан, я ведущий телепроекта «Добрый мастер». Это кто там еще? Здравствуй! Вас как зовут? Меня зовут Рамазан, это моя семья, это супруга, это мама, это мои дети, старшая в школе. Очень приятно. Познакомиться не можем. Очень приятно. Рамазан, а как вы узнали о нашей передаче? Вообще, дом купили в прошлом году и с потеплением решили ремонт сделать. Ну, начали как-то и в один день сидим, телевизор смотрим и увидели программу. Сидела, смотрела передачу «Карачаева Черкесия». Добрый мастер. Я так внимательно начала смотреть, что помогает многодетным, малобеспеченным. Я говорю, может, позвоним? Смотрите, а не может. Я решилась вообще позвонить, позвонила. Ответили, мы придем, посмотрим. Вот приехали. Хорошо. Вот сказка какая-то. Спасибо большое вам, что вы нам позвонили. Рамазан, ну что, показывайте ваш дом. Хорошо. Вот тут у нас будет кухня, а тут у нас будет спальня. Я так понимаю, вот в той комнате вы уже начали делать ремонт. Да, да, да. Давайте тогда сначала эту комнату посмотрим. Идем. Так, Рамазан, я смотрю, вы здесь уже оштукатурили стену. Да. Залили черновой пол. Ну, что нам здесь остается? Нам здесь остается, в принципе, загрунтовать стены, зашпаклевать их и сделать заливной пол. С этим нам поможет наш партнер, производитель сухих смесей «Литекс». Вернемся тогда на кухню и посмотрим, что мы можем сделать там. Давайте. Давайте. Спасибо. Рамазан, ну вот здесь, я думаю, мы выровним стены за счет гипсокартона, сделаем натяжной потолок. Хотя, знаете, дорогие друзья, я не буду открывать вам всех тайн, ведь с этим нам помогут наши добрые друзья, партнеры программы «Добрый мастер». Рамазан, пока идет ремонт, в вашей семье есть куда переехать? Да, они у бабушки поживут. Поживут пока у бабушки? Да, пока у бабушки поживут. И я слышал такое, что вы сами хотите принять участие в ремонте вашего дома? Да, я хочу принять участие в ремонте, потому что это наш первый дом. Хочется, чтобы тепло моих рук в этом доме всегда присутствовало, чтобы я смотрел на этот дом, ну и чтобы вклад мой был в этот дом. Ну это замечательно. В таком случае, добрый мастер, за дело! Как я уже говорил, комнаты готовы к работам, поэтому мы сразу завозим стройматериалы и приступаем к ремонту. Ну вот и вся семья Рамазана в сборе. Здравствуйте! Здравствуйте! Рамазан, ну познакомьте нас поближе со своей семьей. Начнем с мамы. Это Людмила Шуровна, мама моя. Очень приятно. Это Светлана, супруга моя. Это мои дети Камиль, Кимран, Кира. Очень приятно. Здрасте! Здрасте! Наслышав о вашей семье, вы конкретный пример того, что вот наша республика действительно дружная и многонациональная. То есть, Рамазан, вы сам нагайц, мама у вас абазинка, супруга русская, живете в Карачаевском районе, в черкесском поселке. Вот это именно тут показатель, что люди все-таки у нас добрые и дружные. Это очень немаловажно. Но сюда вы недавно переехали, да? Да, год назад. Год назад переехали сюда, да? А где до этого жили? В Черкесии мы жили, где квартиру находили. То есть, вы снимали жилье? Да, мы снимали жилье, где подешевле, где поудобнее. Ну и в итоге получилось, что уже накладно становится жить на квартире, прям уже расходы увеличиваются, увеличиваются. Дети растут, а расходы увеличиваются. И был у нас материнский сертификат. Я ездил, не останавливался, то в Красодаре, то в Москве, то там, то тут. Оттуда-оттуда отщипали мы и накопили на вот этот домик. Рамазан, расскажите о детях. Я так понимаю, Кира старшая, да? Да, она ходит у нас в первый класс, школьница у нас уже. Уже читать умеешь? Да. Это что? Прям не по слогам, а прям читать-читать? А стихи какие-нибудь учила? Учили какие-нибудь стихи? Расскажешь потом? Хорошо? Договорились? Все, договорились. Ты смотри, обещала. А ребята? Это в Ясли в садик ходит. Сколько тебе лет? Покажи на пальчиках. Не знаю. Не знаешь? А это Камиль ходит в младшую группу в садик. Младшую группу. А тебе сколько, Камиль, лет? Тебе уже пять лет? Ты уже скоро в школу пойдешь, да? Вот молодец. Работы мы начинаем с кухни, с монтажа профилей, которым будет крепиться гипсокартон. При монтаже гипсокартона не забываем о выводе всех необходимых коммуникаций. Ну что ж, дорогие друзья, и вот вновь мы в гостях у наших партнеров в торговом центре «Дом». Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Вы поможете нам подобрать межкомнатные двери и ламинат для дома наших героев? Да, конечно. Обратите внимание вот на эту дверь. Ага, очень даже интересно. А вот это тоже межкомнатная дверь? А это массив сосны. Сосны массив. Да. Какие у вас здесь интересные двери, Белочка? Вот неплохая дверь, вот она мне нравится, Белла. Единственное, вы знаете, за счет того, чтобы как бы расширить визуальную комнату, мы сделали в светлых тонах. Мы можем вот такую же модель подобрать только вот такого бежевого цвета? Да, конечно, данную дверь можно сделать в таком же цвете. Давайте теперь подберем ламинат. Здесь у нас довольно богатая палитра цветов. Вы полистайте и подберем то, что вам по душе. А вот, смотрите, очень даже такой интересный, он вроде как и натуральный цвет. Это что у нас? Это у нас дуб высокогорный называется. Ну, так как у нас ремонт делается высоко в горах практически, в поселке Малокурганной, Давайте мы, наверное, на такой расцветке остановимся. Белла, подскажите, пожалуйста, у вас есть доставка? Да, конечно, у нас есть доставка в любую точку. В нашей республике? Да. Белла, ну, спасибо вам за вашу помощь. Идемте, тогда мы оформим заявку, и вы доставите нам все, что мы сегодня выбрали в поселок Малокурганной. Пойдемте. Что ты можешь рассказать о своей маме? Вот, сколько себя помню, всегда с нами помогает. Даже когда на квартире жили, когда в прошлом году только перестало работать, и то я уже не разрешаю этого делать. Рамазан, а сами кем вы здесь сейчас работаете? Я сам тоже устроился в садик. В детском саду? Да, тоже со своими детьми, как говорится. Быть поближе. Да. А супруга у вас дома, да? Да, моя хозяйка. Да, моя хозяйка, она занимается по дому. Людмила Шуровна, ну, очень рад поближе с вами познакомиться. Вот у вас, помимо Рамазана, еще дети есть, я слышал, да? Есть. Сколько у вас детей? У меня. Я многодетная сама мать, четверо детей у меня, три сына, одна дочка. Старший сын живет в городе Черкесске, живет хорошо. Дочка у меня живет в Краснодаре. Потом идет у меня Рамазан. Самый младший жил в Питере, приехал помогать своему брату. Он помогает по строительству. Вот это Светочка, это Сноха моя. Устанавливаем двери, которые нам доставил наш партнер, торговый центр ДОМ. Переходим к шпаклевке стен. Так как в спальне стена уже оштукатурена, а на кухне стены выведены гипсокартоном, мы сразу используем финишную гипсовую шпаклевку от производителя сухих строительных смесей Литакс. Чистота горных вершин. В природных водах заповедная Тиберда и Ильсу, рожденных в Тибердинском заповеднике. Ильсу. Чистая вода. Наливной полкомпозит от Литакс стал для меня открытием. Ведь я привык, что необходимо профилями устанавливать уровень пола, а тут прямо волшебство какое-то. Ходить по полу можно уже через 2-3 часа. Облицовку поверхности плиткой рекомендуется производить уже через 3 суток. А вот паркет, ламинат или нолиум рекомендуем укладывать не ранее, чем через неделю. Ну что ж, дорогие друзья, как вы видите, наш ремонт весьма успешно продвигается. Здесь в кухне мы выровняли стены гипсокартоном, сделали наливные полы и поставили двери входные и переходную дверь в спальню. В спальне, кстати, тоже уже практически подходит к концу ремонт. Осталось здесь на кухне нам постелить керамическую плитку и на кухне мы постелим полы ламинатом. Ну и, конечно же, мы сделаем в обеих комнатах натяжные потолки. И снова нам на помощь приходят наши партнеры. Фабрика элитного неба и их высокопрофессиональные сотрудники. Фабрика элитного неба и их высокопрофессиональные сотрудники. Свет, скажите, пожалуйста, вы прямо с самого Черкесска, да? Да. С самого Черкесска. Там же в Черкесске познакомились с Рамазаном. Да. Там в Черкесске. А как произошло ваше знакомство? Расскажите, пожалуйста. Ну, познакомились случайно вообще. Я друга попросила подвезти домой, меня с подругой, и он сидел впереди. В машине? В машине, да. И друг очень настоялся, ну, давай, говорит, увидимся, погуляем, там давно не виделись, сосед вообще мой. А чем завоевал сердце ваше Рамазан? Настойчивостью, конечно же. И с первых дней он сразу дал понять, что он не играться будет, а он сразу сказал, что хочет серьезных отношений. Светлана, скажите, ну, вот когда Рамазан уже сказал вам о своих конкретных серьезных намерениях, о том, что он хочет вести вас в семью, жениться на вас, у вас не было опаски, скажите? Было, конечно, страшно, потому что я русская, семья у меня вся русская, и, естественно, да, было страшно, что его мама, там, его семья не примет меня, будут против. Ну, мне было больше страшнее, чем было все на самом деле. Свет, а дома ваши родители как отнеслись к этому? Ну, поначалу, естественно, да, были против. Во-первых, я еще была совсем ребенком, и он еще тоже не совсем взрослый. Не верили в серьезность ваших отношений? Да, не верили в серьезность отношений. Мы долго не знакомили родителей вместе, потом, когда познакомились, мои родители, естественно, были рады, видели, что семья очень хорошая, и что ко мне отношения здесь очень хорошие. Так как в одной из комнат планируется кухня, мы приехали на Привокзальную 20, магазин Керама Марацци, чтобы выбрать напольную плитку. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Аслан Астежев, передача «Добрый мастер». Вас как зовут? Константин. Очень приятно, Константин. Взаимно. Константин, мы приехали к вам выбрать напольную плитку для кухни. Вы поможете нам это сделать? Да, конечно, безусловно. Тогда пойдемте посмотрим. Пройдемте. Так как у нас кухня небольшая, где-то порядка 13-14 квадратов, подскажите нам что-нибудь. Рекомендую вам использовать плитку меньшего формата, в размерах 30 на 30 сантиметров, 40 на 40. А вот у вас такие вот, как бы, они и темные тона, и светлые тона есть? Да, фактура, цвет, любая имитация либо камня натурального, мрамора, а также дерева. У нас, как бы, смежные комнаты. Вот в спальне мы постелили ламинат, он у нас идет как под дерево сделан. Поэтому есть что-то вот в цветовой гамме, но надо нам все-таки немножко светлее, чем в спальне, и как раз, чтобы оно было под дерево. Да, по фактуре, чтобы это была имитация дерева, да, конечно. Ну что, пойдемте посмотрим. Хотел бы предложить вам для укладки на кухню керамогранит, имитация под дерево, толщина 10 миллиметров. Данный материал позволит вам избежать в случае падения раскалывания плиты за счет своей прочности. Слушайте, даже если кружка упадет, ничего не расколется. Абсолютно верно. Хорошая такая кружка глиняная, да? Да, без проблем. Ничего с ним не случится. Давайте, наверное, на этом варианте мы с вами остановимся. Да, хорошо. Константин, скажите, у вас есть доставка по республике? Да, есть. Ну, тогда пойдемте оформить доставку в поселок Малокурганный. Да, пойдемте. Идемте. При укладке плитки на кухне мы используем клеточный клей «Триумф» от фирмы «Литекс». Мы монтируем люстры в обеих комнатах и переходим к укладке ламината в спальне. Как вы поняли, дорогие друзья, ламинат очень легко, можно постереть и самостоятельно. Но не забудьте перед этим потренироваться. Рамазан, вот есть такая притча во языцах, да, отношения между зятем и тещей. Как у вас складываются с вашей тещей отношения? Так же, как в народных анекдотах или же все-таки более теплые отношения? Нет, ну, может, в народных анекдотах тоже есть чуть правды. Ну, во-первых, видимся очень редко. Тебя, я молода. Мы далеко от друг друга. Не враждуем. Ну, в анекдотах, но нет. Нет, вот такого. Ну, слава Богу, это самое главное. Рамазан, вы всегда жили в городе с семьей или вот в селе тоже жили? Нет, с семьей в селе нет. В городе познакомились и в городе, как говорится, и жили. Ну, а вот вы вот в село как решились переехать? Вот потому что именно дом купили здесь? Или все-таки желание какое-то все-таки с землей связанное было у вас тоже? Ну, вообще, да. Даже, ну, если бы деньги позволяли бы квартиру купить, мы бы не купили, потому что манит к частному дому. Ну, мы вообще выросли в частном доме маленький. И Светлана тоже, да? Нет, Светлана выросла в квартире. Ну, она не против, а меня тянет в частный дом. Я должен что-то делать, что-то, мои руки должны делать. А Светлана как отнеслась к тому, что вот, ну, она, в принципе, да, девушка, которая выросла всегда в городе, да? Она постоянно находилась в городе. То есть, ну, если выезжала куда-то за город, ну, то есть в село отдыхать, как она решилась? Вот как она отреагировала, когда сказала, что вы приезжаете в село? Ну, мы как бы особо этот, ну, в основном она куда я туда. Это правильная позиция. Это совершенно правильная позиция. Жена всегда должна следовать за мужем. Рамазан, у вас прекрасная, замечательная семья. Я желаю вашей семье благополучия, счастья, всего самого прекрасного. Чтобы вы лично гордились своими детьми, чтобы дети гордились тем, что у них такие родители. Чтобы бабушка их еще долгие-долгие годы светила впереди них. Но прежде чем мы продолжим ремонт, ваша дочь обещала мне стишок. Кира, расскажешь стишок? Бог сначала мы не знали, мамы сказки нам читали. А теперь читаем сами, подружили сказки с нами. Перед тем, как поклеить обои, мы наклеиваем потолочные карнизы. А потом начинается самый трудоемкий процесс, который, по-моему, требует максимальной концентрации. Мы клеим обои. И вот финальный аккорд. Нам осталось установить розетки, выключатели, обналичники на двери и плинтуса. О, это большое. И это видео. До новых встреч! Пока! Продолжение следует... Пока! 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 Ну что, Рамазан, ремонт мы закончили. Давай позовем твою семью, чтобы они посмотрели, понравится или не понравится. Зампускай. Добрый день. Здравствуйте. Ну, заходите, 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 проходите. Вот что у нас получилось с Рамазаном. Как вам, нравится? Да, красота. Все очень красиво, прекрасно, замечательно. Недалеко, вот буквально недалеко от вас здесь, в Тибердинском заповеднике, в верховьях реки Тиберды, разливается замечательная вода. Заповедная Тиберда и Ильсу. И от наших партнеров вот этот колер вам подарок с самыми моими лучшими пожеланиями. Спасибо большое. Всем вам. Друзья мои, ну что, я хочу пожелать вашей семье всего самого хорошего. Благополучия и чтобы радость и счастье поселились в этом доме, который ты своими руками сделала. Спасибо. Спасибо, ребята, всем спонсорам, всем, которые вообще в этом участвовали. Спасибо вам большое. Очень красиво. Чистота горных вершин. В природных водах заповедная Тиберда и Ильсу, рожденных в Тибердинском заповеднике. Ильсу. Чистая вода. Даже не знаю, кто сейчас счастливее. Семья Табуловых или команда Доброго Мастера. Ведь, как говорил Лев Николаевич Толстой, добро, которое ты делаешь другим от всего сердца, всегда возвращается тебе. Спасибо большое нашим спонсорам за то, что в их сердце живет добро. Не будьте равнодушны к окружающим. Пишите нам. Команда Доброго Мастера желает вам всего самого хорошего. До встречи.